Сегодня с нами Huawei Ascend P6. Главная его особенность – толщина, которую правильно было бы назвать тонкостью. Всего 6,18 мм, в то время как третий параметр недавно побывавшего у нас на тестировании Alcatel OneTouch Idol Ultra составила чуть больше 6,5 мм. А знаменитый пятый айфон и вовсе страдает лишним весом по сравнению с ними аж целых 7,6 мм. Вот посмотрите, насколько он тоньше четвертого айфона, тоже далеко не самого толстого на рынке коммуникатора. Сплей P6 отличается тонким окаймлением, особенно по бокам, так что по ширине и толщине он тоже невелик. В результате имеем очень тонкое и изящное устройство. Весит P6 всего-навсего 120 граммов. В принципе, как для такого стройного устройства это немало, но, пожалуй, эта тяжесть приятна. А все благодаря тыльной поверхности. Она, как и грани, выполнена из металла. Бросается в глаза одна яркая особенность дизайна P6. Если в верхней грани мы имеем обычные скругленные углы, то в нижней целую округленную поверхность. На мой взгляд, выглядит незаезженно и красиво. Из-за этой особенности разъем microUSB перекочевал на верхнюю грань, что не всегда удобно. Где же гнездо для гарнитуры? Его так просто невооруженным взглядом и не найдешь. На самом деле вот оно. Из-за тонкой рамки в смартфон уместился достаточно крупный экран. 4,7 дюйма по диагонали. Разрешение составило 1280 на 720 точек. Посему картинка гладкая. Пиксельная плотность составила 312 ppi. Картинка мне показалась очень приятной. Цвета ненавязчивыми. Углы обзора, благодаря технологии IPS, довольно-таки широкие. Шрифты контрастные, хорошо читаемые. Правда на солнце разобрать что-либо на экране сложно, но при максимальной яркости вполне реально. Смартфон оборудован 4-х ядерным процессором с частотой 1,5 ГГц. Оперативной памяти 2 ГБ, что хорошо. Накопитель на 8 ГБ. В принципе это немного, но его можно всегда дополнить картой памяти microSD до 32 ГБ. С игрушками P6 справляется. В бенчмарках тоже демонстрирует неплохие результаты. Мартфон работает под почти новейшей версией Android 4.2.2 с оболочкой Emotion. Она сразу бросается в глаза, иконки прорисованы на редкость непривычно. А предустановленные программы сразу же при старте разбиты на вот такие вот папочки. Например, здесь на 8 Мп есть вспышка, автофокус и различные настройки. Например, HDR, съемка панорамы, различные эффекты, фильтры, украшения и прочие радости. Готарея здесь несъемная на 2000 мАч. Это немного, но запихнуть в такой вот тоненький корпус более емкий элемент питания было бы сложно. Как и в случае других Android смартфонов, аккумулятора хватает примерно на день работы в обычном режиме. То есть с телефонными звонками, браузингом в интернете, прослушиванием музыки, иногда просмотром каких-либо клипов и немножко игры. Во время запуска производительных приложений, например, игр и тестов, немного ощутив нагрев, особенно в районе правой грани. Впрочем, нагрев не критичный. Для современных тонких смартфонов обычное дело. В целом, получился хороший телефон, хороший смартфон средней ценовой категории, с оригинальным приятным дизайном и по-настоящему тонким корпусом.